Привет, дорогие друзья! Сегодня у нас с вами будет невероятное путешествие по миру индийской красоты и моды. Мы с мужем отправляемся в один хороший салон на спа-процедуры для волос. А после салона нас снова пригласили на выставку дизайнеров. Помните, мы говорили о ней в одном из наших прошлых видео? Интересно посмотреть, что они приготовили на этот раз? Тогда поехали! Ну что, мы приехали в салон. Мы уже были здесь однажды и остались довольны. Поэтому решили идти сюда же. В прошлый раз я здесь подстригалась, а сегодня хочу сделать уходовые спа-процедуры. Дело в том, что с мая по август или сентябрь, то есть несколько самых жарких месяцев, мои волосы всегда в собранном состоянии. Плюс палящее солнце, высокая температура, пот, влажность не самым лучшим образом отражается на состоянии волос. Поэтому я стараюсь всегда после таких тяжелых для моих волос месяцев позаботиться о них напитать и хорошенько увлажнить. Кстати, в Индии почти всегда перед каким-нибудь мероприятием девушки делают такие спа-процедуры для волос. Плюс они всегда наносят масло на волосы на некоторое время перед мытьем. Да и вообще волосы, конечно, у многих очень плотные и сильные. Мои волосы-паутинки с их волосами, конечно, не сравнятся. Да и вообще у меня слишком тонкие волосы, не только если с индианками сравнивать. В общем, мучаюсь с ними. Я, конечно, постоянно пользуюсь дома масками, но дома так их напитать у меня не получается. Да и иногда хочется просто расслабиться, чтобы за тебя все сделали. Ну и куда же без массажа головы? В Индии его, кстати, очень любят. И часто даже обычная стрижка сопровождается массажем. Не смотрите на мой печальный вид. Я просто стеснялась, что в этот раз парень делал всю процедуру. Хотя здесь мужчин-парикмахеров в десятки раз больше, чем женщин. И можно было бы уже привыкнуть, но я еще не привыкла. Мне, кстати, предложили сделать ботекс волос, но я его боюсь делать почему-то. Читала о нем, что когда он сходит, волосы становятся еще хуже. Кто делал уже? Или, может быть, мастера знаете? Скажите, пожалуйста, это так или нет? Посоветовали бы сделать? Или правда есть свои побочные эффекты? Я уже не помню, как в России, но здесь индийцы любят все делать в 4 или 6 рук. Ну что, позаботились о моих волосах? Выглядеть они стали гораздо лучше и стали очень мягкими. Мои волосы после этой процедуры как шелк. Они стали такими мягкими, блестящими и наполненными жизнью. Нет слов, чтобы описать, насколько это приятно чувствовать себя обновленной. Эта процедура делает чудеса не только с волосами, но и с настроением. А вы знали, что в Индии брови не щипают пинцетом, а делают это с помощью нитки? Я редко прибегаю к этой услуге, но решила сегодня заодно и брови оформить. Парень оказался на все руки мастер, поэтому он же мне и брови сделал. На моей практике это впервые. Обычно все-таки девушки занимаются бровями. Ну что, теперь во всей красе поехали на выставку. Мы, правда, под дождь слегка попали. Езда на скутере делает свою прическу у меня на голове. Ну, ничего не поделать. Сразу после спа мне не хотелось их снова закручивать. На этот раз я решила присмотреть для себя что-нибудь интересное. Поэтому примеряла несколько нарядов. Я очень хочу для себя курти анаркали. Ну, их очень сложно подобрать по фигуре так, чтобы гармонично смотреться, а не с плюсами в объемах. Посмотрите на эти цвета. Индийская одежда это всегда буйство красок, богатство текстур и невероятное внимание к деталям. Здесь соединяются традиционные узоры, вышивка и современные крои, создавая настоящие шедевры. У каждой вещи своя интересная история. Этот наряд мне понравился цветом. А еще мне всегда нравились такие вот жакеты сверху. Или еще с жилетками бывает. Прям моя слабость. Очень люблю. Ну что, как вам первый вариант? Я не знаю, может у них талия слишком высокая? Ну, совсем мне не идут. А так хочется. Мне один раз такой наряд подарили. Красивый невозможно. Но я в нем так некомфортно себя чувствую. Такая толстая кажусь. И я поэтому одевала его только один раз. Второй вариант. Зеленая анаркали. Та же проблема. По плечам мой размер. А в талии я вообще не пойму, что происходит. Хотя верх платья мне очень понравился. Или может с поясом их нужно носить? Или ушивать под себя? Хотя девчонки носят без поясов. И так все это на них гармонично смотрится. Как принцессы выглядят. Идемте дальше искать. Мне все кажется таким красивым. О, здесь сари. Я, кстати, к сари довольно равнодушно отношусь. Потому что, получается, носить их очень редко. Их тоже абы как не накрутишь. Нужно знать, как эти все складочки делать. У меня нет терпения научиться правильно драпировать. Долго одевать, так потом еще и ходить неудобно. Ну, лично для меня. А вот от третьего варианта я в восторге. Очень приятная ткань. И вроде бы не сильно полнит. Или полнит. Цвет, брючки. Мне все понравилось. Оно не только красивое, но и очень удобное. Единственное, что вырез на горловине несимметричный получился. Да и цена довольно кусачая. А так как по мне, то это то, что я искала. Что скажете? Ну, а заодно, простой костюм тоже захотелось померить. Уж очень он привлек мое внимание. Его захотелось взять даже просто из-за низа. Редко в таких костюмах попадаются настолько удобные штаны. Ну что, какой вариант лучше? В виде платья или обычный костюм с прямой туникой? Ну, какой же он хороший! Я в восторге! Для меня последние два варианта идеальные. Удобство, красота. Все при них. Желтый костюм то, что нужно на каждый день. Даже на самую жару подойдет. Насчет цвета, правда, не уверена. У меня то синий, то зеленый. Желтый я только однажды брала. Не слишком яркий? Хотя в Индии все в ярком ходят. По дороге домой мы заехали перекусить. Кажется, мы наконец-то нашли в этом городе хорошие, вкусные самосы. Ну, а любимая сладость гулаб джамун, по-моему, никогда не бывает невкусной. Самоса – одна из самых популярных блюд Индии. Это хрустящий пирожок с начинкой из картофеля, нута и специй. А гулаб джамун – это сладкий десерт, пропитанный сиропом, вкус которого невозможно описать словами. Он просто тает во рту. Подают его обычно к горячим. Один из лучших десертов, я считаю. Он, правда, очень сладкий, поэтому я его редко ем. Мне кажется, не чаще, чем два раза в год. Кто-то их даже промывает водой и только потом ест. Ну, мне кажется, это крайность. Хотя, наверное, так было бы полезнее. Одно могу сказать. Раз в жизни гулаб джамун точно нужно всем попробовать. А в пяти минутах от дома мы неожиданно нашли интересное место. Но, правда, мы опоздали. Оказывается, у нас под боком был бассейн, где можно было плавать. Но перед сезоном дождей он закрылся. Поэтому теперь уже откроется в следующем году. А так было бы здорово ходить плавать сюда вечерком. Маловат он, правда. Но, думаю, летом можно будет подобрать время, когда людей никого не будет, и поплавать в свое удовольствие. Ну что, поживем, увидим. Всем пока-пока!